Будьте к дьяволу, а это опасно. Но это не все, что я хочу сказать. Это опасно. Дьявол сильнее человека, но запомните одно. Бог сильнее дьявола. И так вы становитесь на сторону Бога. И вместе с Богом вам будет легко. Запомните божественную математику. Она странная божественная математика. Она очень странная, она непонятная, потому что... Когда вы с Богом, когда вы без Бога, вам тяжело. Но когда вы с Богом, вам еще тяжелее, но вам легче. Вам еще тяжелее, проблем прибавляется, но вам становится легче, чем было без Бога, хотя проблем было меньше. Знаете почему? Потому что Бог несет с вами эти проблемы и трудности. Бог рядом с вами. И вы знаете, наверное, эту историю, когда песок давний, следы написали. Знаете эту историю? Миша, Саша, знаете эту историю? Когда человек, Богу, человеку было показано, его жизнь велика, песчаная. И когда он, видите, следы, и там, где было тяжелее всего, одна пара сходов. И он говорит, Господи, прикольте, почему, когда мне тяжелее всего, я один сходов, почему ты меня оставлял? Он говорит, я тебе оставлял, а ты мои следы, это мои следы. Когда тебе было тяжелее всего, тебе право на руки. И нес тебя. Вот когда вам будет тяжелее, помните, что Бог вас несет на руках. Это божественная математика. Если вы в меньшинстве, но с Богом вы в большинстве, даже если вы в большинстве. Если вы с Богом, даже вам будет сложнее, но вам будет легче, потому что Бог будет нести ваши проблемы. В Иоанна 16 главе, давайте вам откроем еще один детский, Иоанна 16 глава, представитель, «Сие сказал я вам, чтобы вы имели в огне мир, в мире будете иметь скорость, но нуждайтесь, я победил мир». То есть он говорит, если мы не отгнали, если со мной так поступали, то и с вами будут поступать так. Но помните, я победил мир, я знаю, как вам помочь. Евреями 4 глава. Мы имеем не такой пресечник, который не знает, о чем мы говорим, но который прошел это все, и теперь знаем, как нам помочь. Если Господь Иисус Христос был в начале Своего пути, искушая, а в конце исподал муку и смерть, то и мы с вами, и Дядя Его Вечное Царство, будем пройти этим же путем. Этим же путем. Но в конце нас ждет великая награда. Если мы останемся верным в Господь, нас ждет великая награда. Вы знаете, сегодня небеса поют. Сегодня небеса не поют, от радости. И хотя мы не слышим этого, но если бы было такое возможно, как Елисей поморился, что-то увидеть, и ездят через глаза, и мы едем в небесное войско, если бы такое возможно, мы увидели сегодня здесь пор ангел, который радуется, что сегодня эти два молодых парня начали их пути. Потому что много, может быть, перспектив открывается, но они, вопреки всему, решили сегодня идти с Богом. Они решили звучать за них плохо. И сегодня все небо радуются. И мы вместе с Ним радуемся. Родители ваши радуются. Я знаю, что папа и мама, и мама твоя Саша радуются, что вы сегодня стали на этом пути. нелегкий будет. Но с Богом мы будем поменять все. Помните это, доверяйтесь Ему. Никогда не сомневайтесь, что Бог вас оставил. То есть, никогда не думайте и допускайте мысли, что Бог вас оставил. Я бы хотел сейчас позвать наших кандидатов по крещению, для того, чтобы они публично ответили на вопросы, которые мы будем им задавать. Пожалуйста. Я буду задать вам вопросы, на которые я хотел бы услышать ответа. Да или нет? Хотя я уже знаю ответ. Я хочу, чтобы вы сказали это всем. Итак, верите ли вы в единого Бога, являющегося нам в единстве в трех советских личностях Отца, Сына и Святого Духа? Громко уверенно. Вы слышали? Принимайте ли вы смерть Иисуса Христа на Голгофе в качестве искупительной жертвы за ваши грехи? И верите ли вы, что по Божьей благодати через веру в Его пролитую кровь вы спасаетесь от греха и наказания за грех? Принимайте ли вы Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя? Верите ли вы, что Бог во Христе простил ваши грехи и даровал вам новое сердце? И отвлекаетесь ли вы от грехов на мирской жизни? Принимайте ли вы с верой в правильность Христа вашего Ходатая и Невестного Святилища? Уповаете ли вы на Его обедование преобразовать ваш характер, дать вам силу, всегда ли вам всем исполнительную волю и жизни своей свидетельствовать своим родным и близким в весенном миру о любви и милости Христа? Верите ли вы, что Библия является благотогновенным и единственным мирилом веры и жизни христианина? Обязвитесь ли вы постоянно уделять время изначально в Библии и молитвии? Да. Принимаете ли вы действительность заповедей как выражение характера Бога и откровение Его воли? Намерены ли вы с помощью силы пребывающего у вас Христа исполнять этот закон, включая четвертую заповедь, которую требуется выдать седьмой день в неделю, как субботу Господню, и как память творение? Да, да. Уповаете ли вы на скорое пришествие Иисуса и имеете ли благословенную надежду, что смертное обречется без смерти, готовясь к встрече с Господом? Будете ли вы зрительствовать о возможности спасения, которого свои любви предоставляют всем, и будете ли вы с новыми делом помогать любым людям приготовиться к Его славному пришествию? Да. Принимаете ли вы библейское учение духовных даров и верите ли вы, что дар ворочество является одним из отличительных признаков церкви и остатков? Да. Гробыч уверен? Да. Признаете ли вы церковную организацию намерены ли вы служить Господу и поддерживать церковь десятиной добровольными дарами, личными усилиями и своим влиянием? Да. Это благословен вас Богом. Верите ли вы, что ваше тело искрабствует Бога? Будете ли вы чтить Бога заботой в своем теле, избегая всего, что может повредить здоровью, воздерживаясь от не чистой пищи, от употребления, изготовления или продажи в таком напитках, табака во всех его видах, наркотиках и других грядных веществ? Да. Знаете и понимаете ли вы основные библейские принципы, которые учат церковь адресистов седьмого дня, намерены ли, полагаясь на помощь Богу и исполняя его волю, руководствоваться этими принципами в своей жизни? Да. Принимаете ли вы новозаветие учения крещения в полном окружении в крови и желаете ли быть крещенным таким именно образом, свидетельствуя тем самым о своей вере и во крестах и в то, что обращает ваше вере. Согласны ли с тем, что церковь адресистов седьмого дня является церковь и остатка, которая говорится в библейском пророчестве и которая принимает все люди независимо от национальности, рас и языка? Желаете ли стать членом данной местной общины, входящей во всемирную церковь адресистов седьмого дня? Да, благословит вас Бог. Братья и сестры, вы услышали их ответы. Как вы думаете, можем ли мы допустить их как крещение? Да. Можем. Я бы хотел поднять правую руки выразить это желание. Кто за то, что мы крестили? Спасибо большое. Да благословит вас Бог. Мы совершим молитвы. Доглашаю собрать. очи наши небесные. В эти особые мгновения мы обращаемся к тебе и благодарны тебе за дар искупления, за дар прощения. Мы благодарны тебе за Иисуса Христа, который умер за нас на кресте, сделав возможным наше спасение. Господи, здесь мы, братья и сестры, церковь, эти молодые парни стоят перед тобой. Они выразили свое желание заключить завет с тобой. Мы убеждены в том, что ты радуешься, что все небо радуется и поет Господи. То, что они решили заключить завет с тобой. Господи, я прошу тебя, благослови их, ты поддержи, ты укрепи их, дай им силы для того, чтобы оставаться верными тебе, что бы ни случилось, чтобы никто ничто не разочаровал их, чтобы они продолжали быть верными тебе, Господи, на этом жизненном пути, где будет много трудностей, проблем. И тогда, когда будет тяжело, подкрепи их, Господи, помоги и нам, быть рядом с ними, поддерживайте их, Господи, молитвой и советами, Господи, укрепляй их, помогай им в этом пути, в этом христианском, нелегком пути, укрепи их семьи, их родных и близких, помоги им быть добрым влиянием для окружающих их людей, помоги им помнить всегда, кто они, для чего живут в этом мире. Мы молились об этом во имя Господа нашего Иисуса Христа, во имя Бога Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Присаживайтесь. Братья и сестры, вы знаете, когда мы благословляем детей, мы всегда задаем вопрос церкви. А вы готовы терпеть, когда дети кричат? Вы готовы помогать родителям воспитания деток, когда они каприи случают? Вы готовы помочь? И вы говорите, да, вы готовы. Через 5 минут, 10, будет новорожден. А вы готовы терпеть? Вы готовы поддержать? Вы готовы помочь совету? Да, готовы. Советов и да. Готовы. Иногда дети не принимают советов. Иногда родители, кто приезжает на своем настаёт. Но мы должны проявить терпение и мудро всегда поддерживать наших новорожденных. Новорожденные, отмечая меня. Хорошо. Мы спустимся вниз в бассейн и совершим добрят крещения. Корп, в первую очередь, родные, близкие. Из-за того, что там мало места, уже, извините, если кто-то не поместится, все, кто остается здесь, пожалуйста, вы можете включить вам пейс и вы можете прислать его сюда. Спасибо. Спасибо.